Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас очень необычный ваткаст, потому что я встречаюсь с Николь. Николь тоже живет в Париже, как и я, и она настоящий полиглот. Если вам нравится мой канал, пожалуйста, подписывайтесь на него, а также вступайте в клуб «Русская дача». Привет! Привет! Спасибо большое, что пригласила меня к себе на канал. Я просто восхищаюсь тобой тем, что ты делаешь Russian Podcast. Это что-то такое нереальное, что помогает многим людям. Поэтому, ребята, да, поддержите этот канал, подписывайтесь, пальчики вверх. И, да, входите в клуб «Русская дача». Спасибо, спасибо. Расскажи немного о себе. На скольких языках ты говоришь? Так, если посчитать, ну давай начнем. Русский – это мой родной язык. Русский, французский, английский, немецкий, немножко лексимбуржский, португальский, бразильский, испанский, итальянский. Это больше так, чтобы изъясниться. А остальные, ну да, можно сказать, на хорошем время. Люксембуржский? Люксембуржский язык? Как ты выучила люксембуржский? На самом деле, я жила в Люксембурге несколько лет, и там есть люксембуржский язык, это официальный язык, который похож на немецкий, немножко на французский, то есть это смесь языков, поэтому почему бы не выучить, если ты живешь в стране? А когда ты начала интересоваться языками? Языками я начала интересоваться, я думаю, больше всего, когда я стала путешествовать. В путешествиях ты открываешься миру и хочешь понять другую культуру. Я прям так стала изучать язык серьезно, наверное, с седьмого класса, когда моя мама организовывала, моя мама преподаватель, так же, как я, и она организовывала путешествия, школьные путешествия в Европу, и, собственно, тогда я стала интересоваться больше и погружаться в языки. Как ты мотивируешь себя на изучение языков? Когда ты учишь новый язык, что тебя мотивирует, что тебя вдохновляет? Как ты не бросаешь быстро учебу? Я довольно приежный ученик, всегда отличалась организованностью, как мне говорили все в классе. И язык, как я уже сказала, это такая связь между другим человеком, то есть, когда ты говоришь с другим человеком на английском, допустим, в всемирном языке, то это одно, он понимает смысл, а когда ты говоришь с ним на его родном языке, то ты дотрагиваешься до его души. Понятно, какой язык ты сейчас изучаешь. Я учу сейчас китайский язык. Китайский? Да. Ты учишь японский, я учу китайский. Да, но мне кажется, что китайский труднее японского, нет? Китайский отличается по произношению с японским. Японский он такой более мелодичный, китайский он такой более такой на акцентах. Но так как я в основном знаю такие европейские языки, китайские, это что-то такое новое для меня, поэтому китайский новый путь для меня, новый мир. Так, и как конкретно ты учишь? Какие твои секреты в изучении языков? Мой секрет — это интересоваться языками, общаться с людьми. Самый главный путь к изучению — это человек. Это через общение, но также важно понимать грамматику. Для этого ты смотришь фильмы, если не понимаешь какое-то слово, конструкцию, записываешь. Я считаю, что самый главный секрет — это делать по чуть-чуть, даже если ты делаешь пять минут, и ты станешь в этом мастером. Может, ты смотрела фильм «День сурка»? Да, конечно. Помнишь, когда главный герой, он каждый день... Он хотел завоевать девушку, даже журналистку, но у него ничего не получалось. И вот каждый день он старался выучить что-то одно. И вот каждый день он играл на пианино. Сначала у него ничего не получалось, но он стал просто виртуозно играть на фортепиано. Так же, как я вот по чуть-чуть играю, и дальше вот у меня уже прогресс. Или так же он скульптурой занимался. То есть важно заниматься по чуть-чуть, но каждый день и результат не заставит себя ждать. Я желаю вам успехов! Спасибо тебе огромное, что меня пригласили. Спасибо, спасибо, Николь. Продолжайте учить русский язык, подписывайтесь на наш канал. На наш канал? Уже наш канал! Подписывайтесь на мой канал, а также на канал Николь. О, спасибо большое! Он вам очень понравится. Спасибо и до скорого! До скорого! Желаю вам удачи в изучении русского языка. До скорого! Пока-пока! Пока! Пока!